здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала наконец-то я добралась до третьей части обзора брошек которые я приобрела две недели назад на блошином рынке нью-джерси первые две части я уже выложила и получила очень много желаний продолжить и вот я продолжаю хотя честно говоря я ездила и уже в это воскресенье на блоши на рынок еще приобрела массу всего-всего но закончить уже дело надо все остальное потом и так сегодня я вам буду показывать броши который стоит дороже чем 7 долларов то есть от 7 долларов и выше и начнем мы пожалуй вот то что лежит сверху с тобой начнем хорошо вот с такой замечательной брошечки которая мне совершенно безумно понравилось посмотрите какое чудо но и стала она совсем даже не 7 долларов а дороже но это конечно не брошка а нечто вот такая гроздь винограда с таким листиком посмотрите какая изящная работа и главное ни одной потери все очень красиво и хорошо я ее просто была настолько очарована что я заплатила столько с ровно сколько за нее запросил продавец и вы знаете я даже и не сопротивлялась но я понимаю что брошь такого класса но не может быть дешевой ни в каком виде ни в каком случае следующая брошь по очереди вот это она тоже со стразами это же замечательно совершенно сделано я тогда смотрю вот на подобное брошь у меня прямо сердце замирает тут как бы и придраться ни к чему вот сама позолота вот эти вот веночки в которых вставлены цветочки и страз аврора париалис но и маркировка здесь правда нету но посмотрите какая красота ведь это же винтаж по любому посмотрите на этот замочек и посмотрите как она сделана брошь конечно же американских производителей я даже точно не помню сколько она стала потому что я ее брала в лоте ну наверно не меньше долларов где-то 80 вот такая красотка отложим тоже и но еще одна брошь такого же типа вот такая очень мне нравится во первых сама работа посмотрите ведь каждый страз взят сапы не в клее ни одной потери а цветовое сочетание какое удивительное вот этот удивительно зеленый таким желтым и медовым но это совершенно что-то необыкновенный брошь тортик хотя она плоская для тортика но очень похоже и вот такой у нее замочек вот такой вот и но и опять таки вот думаю это брошь и американского производства или европейского вот такой вопрос у меня опять непонятный но все равно очень красиво следующее по очереди у нас вот такая брошь вот это тоже это все один вот то что я вам показываю вот посмотрите вот на эту красавицу вот это уже тортик настоящий и вот удивительно странное сочетание цветов это розовое и такое сиреневое вот эти вот замечательные вставочки цвета амбар то есть янтарь а в середине кошачий глаз видите вот у меня вы вышло такое сомнение мне кажется что вот это вот вставка это не родная что ее поставили вот может быть я и ошибаюсь не знаю но по цвету хорошо чем проходит по стиль не очень тем более посмотрите вот 10 кошачий глаз такой гладенький обыкновенно кабошон стандартных а вот здесь вот видите вот такой фосад с такой обработкой ну в общем не знаю и и даже вот предположить не могу но ведь хороша удивительно вот такая она с таким замочком на самый настоящий она красиво оборотка очень хороша и вот с таким у нас замочком ну и настоящий вот это уже брошь тортик настоящий на самом деле следующую брошь я вам хочу сказать показать это вот это мой итальянская мозаика только говорится уже и не о чем даже думать все очень очевидно сделано она точно тоже когда сделаны все броши из итальянской мозаики вот на такой платформе вот с таким замочком но я думаю что здесь вот нет маркировки обычно стоит италия а тут нету но я не думаю что это подделка слишком она хороша для подделки я не видела чтобы тот же самый китай делал такие броши нет мы иногда в этих без маркировки проходит но что тут сделаешь но все равно очень хорошо и вот еще одна брошь она очень небольшая настолько изящная элегантно я обожаю вот такие корзиночки потихоньку у меня коллекция с корзиночками пополняется может быть когда-нибудь я сделаю общий обзор пока рано пока у меня брошек на 4 или 5 такого типа как бы показывать нечего но я надеюсь что со временем будет больше я хочу обратить внимание на то как она сделана посмотрите вот этот цветочек вот здесь что-то проглядывает здесь вот такие стразы сама корзиночка и даже ручка от корзинки очень изящная элегантная работа вот так она у нас выглядит и вы знаете вот здесь вот стоит что-то типа маркировки но разобрать это совершенно невозможно тут какие-то символы но что-то мало понятно вот разобрать не могу даже при ближайшем рассмотрении не знаю надо будет искать что это такое но явно брошь не из простых следующую брошечку который я вам хочу показать это вот это посмотрите на это чудо очень похоже кстати носил на стиль кора ну маркировки здесь к сожалению я не вижу а замочек как всегда винтажный американский но очень на хорошем состоянии как будто ее никто никогда и не носил ни разу эти голубые стразы вот такой даже веточка цветочка уже не знаю как это назвать но вот такая тоже это же вот в тех же самых пределах цена ценовых на самом деле выше 7 долларов но не помню сколько стоило это было вот еще раз говорю а вот такая красотка удивительная брошь такая редко очень встречается знаете она мне очень напоминает австрийские броши смотрите как сделано но я думаю что это все-таки американская брошь потому что ну во первых вот такая многослойность такое разнообразие всего всякого и самое главное замочек видите какой это американский замочек и удивительно хорошо она собрана очень аккуратно я могла даже потому что это вайс новая всегда ставил маркировки на своих брошах а тут ничего нету но не важно брошках удивительно хороша я ее же вам показывала знаете где когда объявляла у меня был заключительное такое видео да по моему на марафоне расшиваем брошь вместе я вам тут ее показывала на себе но вот сейчас поближе посмотрим вот у меня из моих подписчик попросил поближе и рассмотрите показать вот и показывает хороша не правда хороший образец мастерства ну и я считаю что моя самая интересная покупка это вот эта брошь я собственно говоря из-за нее и остановилась значит у этого продавца потому что когда я ее увидела я как бы сразу обмерла посмотрите какая удивительная брошь испанская танцовщица с бубном удивительно просто и вся такая деталировка посмотрите на эти оборки на платье все засыпанные стразиками вот такой бант впереди постановка ножки и внизу еще проглядывает вот это так теперь посмотрим что здесь но как бы сама головка и все остальное ну как бы не очень конечно деталировано но вот все-таки видно ли давайте еще раз посмотрим вот так вот здесь вот оборка платье тут лицо есть тоже вот оборка какая-то на рукавчике оборотная сторона вот такая брошь совсем совсем не маркированная что меня крайне удивило потому что работа потрясающая очень мастерские сделано но и стоила она конечно сразу рассказы что стоило на 20 долларов но мне совсем не было жалко этих денег уже очень она хороша вот пожалуй это все мои броши которые две недели назад я купила по разным ценам на блошином рынке в нью-джерси сегодняшнее мое видео было не сильно информативно зато очень красиво мне кажется что просто вот полюбоваться подержать в руках на такие броши это очень приятно и очень зрелищно как вы считаете но в прошлое воскресенье я тоже съездил на блошин рынок и конечно моего был такой что голова кругом шла и я очень опасаюсь что это мы в этом сезоне мой последний а в общем то уже заезд на блошин рынок и не потому что холодно это блашин рынок работает до декабря месяца но нам говорят начнут опять объявлять очень строгий карантин и я боюсь что в нашем рынке вообще закроется вот прозвучало такое к сожалению но сейчас мы немножечко еще раз посмотрим на них на всех и тогда уже я буду с вами прощаться а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что вам будет интересно посмотреть, что же я предлагаю Я уже говорила, что это будут две номинации И вот первая номинация это будут брошь Ну а на сегодня я хотела бы сказать вам большое-пребольшое спасибо Надеюсь, вам было не скучно сегодня рассматривать сплошные брошки Но ведь броши достойны, неправда ли? И хочу вам сказать, дорогие мои, что я тут просмотрела, что происходит в моем канале Сделала какие-то общие выводы И мне не сильно понравилось то, что я увидела Вот как-то медленно я продвигаюсь к своей тысяче И мне так немножко даже обидно Ведь я же выкладываюсь по полной программе И стараюсь делать обзоры такие, чтобы было не скучно И не только обзоры Ведь у меня на канале много чего, правда? Может быть, я несколько распыляюсь, я не знаю Но я хочу вас призвать, мои дорогие Пожалуйста, будьте немножечко поактивнее Для того, чтобы я уже до конца ноября закрыла свою тысячу подписчиков Это не для того, чтобы начать зарабатывать деньги Ну это ж маленькие смешные деньги на самом деле А для того, чтобы почувствовать, что я полтора года не зря трудилась над всем этим Выкладывалась по полной программе, старалась И мне кажется, что хоть маленькую какую-то награду я должна хоть получить или нет Это вам судить, мои дорогие зрители А на сегодня я вас призываю активно, пожалуйста, просматривайте мои видео Хотя, знаете, мне часов хватает на самом деле Мне не хватает подписчиков Но осталось, Боже мой, милость, 40 человек подписаться Пожалуйста, те, кто не подписан, но смотрит мой канал Ну, подпишитесь, пожалуйста Все равно же смотрите Так лучше, чтобы у вас пришли уведомления о моих новых каких-то видео Я выпускаю свои видео один раз в три дня Так что я не думаю, что это будет слишком сложно И делаю я их не очень длинными Я стараюсь сложиться в 20 минут максимум Чаще это меньше Ну, а на сегодня, после всех этих моих просьб Почти мольба Шучу, конечно И я хочу сказать вам еще раз большое спасибо До новых встреч С вами была Инесса из Нью-Йорка Всего вам самого наилучшего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!